Ас-саляму алейкум ва-рахматуллахи ва-баракату. Дорогие братья, сегодня я хочу поговорить с мужчинами по поводу поднятия руки на свою жену. Так как некоторые из мужчин очень часто поднимают руку на свою супругу, и обидно еще то, что такое свое поведение эти мужчины связывают с исламом. Согласно единогласию ученых этой умы, ученые считают, что недопустимо применять физическое насилие в отношении своей супруги, что недопустимо бить свою супругу. И то, что в Священном Коране упоминается словами То есть есть в аяте Священного Корана, где Всевышний Аллах говорит То есть те же женщины, в ослушании которых, то есть нушуз — это когда супруга полностью отказывается исполнять веления своего мужа. «Фаилу хунна» — говорит Всевышний Аллах, то вы их проповедуйте. Если проповедь и призыв не дают результатов, «Вахджуру хунна» — тогда покидайте их в их ложах, говорит Аллах. «Фильмададжай» — «Вадрибу хунна» — если и это не поможет, тогда вы можете их ударить. И вот это «Вадрибу хунна» — ученые толкуют почти единогласно. Все ученые разъясняют это слово, то есть ударить таким способом, чтобы это не причиняло ни боли и не оставляло никаких следов. И чтобы при этом мужчина не ударил свою супругу по лицу. Так вот, ученые вывели некоторые определенные условия допустимости даже такого удара. Хотя этот удар в дальнейшем ученые растолковали более конкретно и сказали, это значит ударить палочкой силака, ударить платочком. То есть, если говорить о том ударе, о котором идет речь в данном аяте Священного Корана, речь идет о таком символическом ударе. То есть, это крайняя мера выражения недовольства мужем своей жены. И ученые говорят, даже такое воздействие, даже такой удар допустим лишь только тогда, когда мужчина уверен, что это даст результат. Что это пойдет на пользу. Но что касается поступков многих мужчин, когда они бьют свою супругу и по лицу, и при этом оставляя следы, причиняя боль и так далее, эти удары, такое поведение не имеет ничего общего ни с аятами Священного Корана, ни с сунной посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. То есть, такое отношение к своей супруге расценивается в исламе как вульм, как притеснение сильным слабого, за которую придется по всей суровости перед Всевышним Аллахом ответить. За которую мужчина будет вынужден попросить прощения у своей супруги. Поэтому, дорогие братья, ни в коем случае свое грубое обращение, свое ослушание Всевышнему Аллаху даже не пытайтесь связывать с исламом. И далее в подтверждение приведу высказывание нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, когда некий сподвижник обратился к посланнику Аллаха с разрешением, то есть он у него спросил, может ли он ударить свою супругу. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, ему разъяснил и сказал, «Уаляйня дуриба гунна хиярукум, но лучшие среди вас своих жен никогда не ударят». Поэтому, дорогие братья, берите пример с посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Аиша, разъяснил, сказала, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, не ударил никогда в своей жизни ничто и никого. Он не ударил ни супругу, не ударил ни рабыню, ни прислугу. Да, если только он не находился на поле битвы, где он вынужден это сделать. Поэтому, дорогие братья, давайте брать пример с наилучшего из людей нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Метод поощрения, метод восхваления супруги окажет наибольшее воздействие и принесет больше результатов, чем нежели грубость и язык силы. Попробуйте быть признательными своим женам. Похвалите ту услугу, которую она вам окажет. Она вам с благодарностью ответит и будет покорной и послушной. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Женщина — это отношение к женщине, это то, к чему посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, призвал перед своей смертью. То есть отношение к пятикратной молитве и богобоязненность в отношении к женщине. Аллах, Аллах, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Бойтесь Аллаха, бойтесь Аллаха в отношении к женщинам. У посланника Аллаха есть достаточно свидетельств и высказываний по поводу того, что руку на свою супругу поднимают лишь те, кто является худшим среди мусульман. И действительно, лишь сильные, обладающие высоким достоинством, высоким нравом, способны покорить свою супругу лучше, чем те, кто пытается это сделать силой. Ведь посланник Аллаха, когда находясь среди сподвижников, спросил, знаете ли вы, кто является наисильным среди вас? Они ответили, что те, кто способен физически перебороть другого, нет, сказал посланник Аллаха и сказал, воистину сильным является тот, кто способен совладать с самим собой в порыве гнева. В отношении к жене не эмоции, не гнев должны руководствоваться нами, а здравый рассудок и сознательность. И только таким образом можно достичь покорности своей супруги и устроить отношения в семье на почве любви, на почве взаимоуважения и теплоты. Да поможет Всевышний Аллах нам всем быть наилучшими из его рабов, покорными Всевышнему Аллаху и следующими сунне его посланника Мухаммада. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok